Я вырос, я могу делать, а делать мне пока не дают. Просыпаешься, берешь в руки ноутбук, и ты на работе. Разрабатывай, усовершенствуйся, читай, изучай. Хотелось чуть-чуть заработать. На самом деле, да. Это какое-то сознание, что все хотят быть бастыхами. Не позволяем им сниматься в какой-то фигне. Глаза боятся, руки делают. Я учен некоторые недоработки предыдущего своего работодателя. Мы же продаем мысли. Уважаемые казахстанцы. И всем это было так смешно, забавно. Сын ими, шашень гетет, мин басын гетет. Всем привет, это видеоблог серийный продюсер. Меня зовут Николай Пак. И сегодня у нас в гостях продюсер, режиссер, сценарист, актер. Елан Касмужан Улы. Руководитель компании Керек Синема. Иван, приветствую. Спасибо большое за то, что уделил нам время. У тебя сейчас такое непростое время. Вы издаете, так понимаю, сериал. И поздравляю тебя с бракосочетанием, с твоим таким классным днем. Желаю, чтобы все у вас было хорошо. Ты же человек, как мы сейчас уже выяснили, которому 28 лет тебе. Я уже тебе говорил, что когда ты написал, что не можешь ждать интервью, потому что у тебя такое событие, я, честно говоря, подумал, что либо так, как-то немножко поздно, по-казахски как-то... Либо второй раз. Да, либо второй раз. Ну, я говорю, потому что мы об этом поговорим. Потому что ты ассоциируешься мне с поколением ребят, которые немножко старше тебя, которые по 33-34 сейчас. Чем нам интересен твой опыт в данном случае? Я хотел бы поговорить, ну, провести нашу беседу в таком разрезе, что мы провели несколько интервью с КВН-щиками примерно моего там поколения, моего времени. Ну, и понятно, что в какой-то степени их успеху способствовало то, что, ну, просто не было ничего. То есть все это только зарождалось, да? А получается, а в твоем случае ты уже начинал в какой-то конкурентной среде. То есть уже были продакшн-студии, уже были какие-то предложения. Ну, то есть каналы могли уже выбирать, да? И у тебя получилось создать проект, получить проект, и уже, поздравляю, опять-таки, уже четвертый сезон будет выходить. Ну, у нас же не так много на казахстанском рынке проектов, сериалов, которые там четвертым сезоном могут похвастаться. Их буквально там 4-5, мне кажется. Расскажи, пожалуйста, про то, как, во-первых, как ты попал на телек. Ну, и вообще расскажи про свою творческую, я не знаю, там, коротко, как ты начинал. Все началось с пародии на Наскутана Вишевича. Да. Еще в школе на межклассовых КВНах. Да, я первый раз изобразил голос президента. А как ты себе вообще это... А это вообще получилось неожиданно. Да, мы стояли перед школой с ребятами, и кто-то заговорил, говорит, вот почему нет до сих пор такого пародиста, который изобразил бы образ нашего президента. И я как-то что-то стою, стою и говорю, уважаемые казахстанцы. И всем это как-то было так смешно, забавно. Мы там, ну, дети же сразу же изобразили его в КВН. Ага. Потом это продолжилось и в университете, и на мишфаке, да, это заменитый мишфак, который дает старт многим на творческие инициативы. И хорошо, что это есть вообще. На мишфаке в АГУ, да? В АГУ, да. Сто-одиноматинец, который играл в открытой лиге КВН. Ага. Тимур Киргешевич. А, понятно. Добрый вечер, Астана. Всегда хотел спросить, есть в зале портные? Портные, портные есть? Простите, зачем тебе портные? Сейчас просто зал рвать будем. Поэтому надо как-то. Вот две игры, две команды, два финала. Да. И эти две команды должны взять чемпионство. Вот такая задача перед нами стояла. Я наотрез отказался, потому что, ну, декан нашего факультета, после того, как узнала, что я, у меня есть такие способности, сказала по-казахски. Поэтому, говорит, не надо, давай подальше от этого образа. Зачем тебе это надо? Никому не надо. Там проблемы, вопросы в национальном университете. Не надо. Я поэтому сказал, ну, ребят, извините, я не могу. У меня просто, да, как бы, не хочу портить отношения с деканом. Мне еще надо на военку поступать. У меня еще четыре года обучения. А тебе не предлагали там позвонить декану с этим вопросом? Ну, что-то мне подсказывало, что она меня спалит. Ну, пока, милая, с логикой все в порядке, преподавательство состава АГУ. Да. Да, вот. А потом меня пригласил проректор университета. Видит, наши КВН-чики уже ему сказали, да. И проректор сказал, что это честь университета. Это большой чемпионат. Ребята к этому очень долго шли. А я только познакомился со своими, ну, коллегами по команде. С Рустемом Умаровым, с Махони, с Матильдой, да. С Мьержаном, Мьерханом, да. И мне было интересно. Просто вот единственное, вот если бы был решен вопрос с деканом, ну, проректор сказал мне этот вопрос решим, ты будешь играть и все будет нормально. В Евразийской лиге чемпионство. Это в двух финалах тоже? В двух финалах, да. То есть два разных номера было, да. И в одном финале мы взяли второе место. Первое место взял Ирки Булан Марзабек с командой «Город Туркестан». Мы взяли второе место. А вот в открытой лиге мы взяли чемпионство. То есть я студент первого курса. Это была лучшая шутка финала, интервью с президентом Назарбаевым. Но это было очень... Для меня, как 18-летнего молодого парня, это было очень приятное ощущение, когда там зал смеется, хлопает над твоими шутками, которые ты говоришь. Добрый вечер, уважаемые казахстанцы, дорогие соотечественники. От чистого сердца поздравляю высшую казахстанскую лигу с открытием нового сезона. Желаю успехов, просветания и благополучия. В качестве подарка я решил подарить этой лиге 1 миллион долларов. Это говорю вам я, Ерлан, студент второго курса Казанпу имени Абай. Спасибо. Спасибо. Спасибо, друзья. Вот, потом, после этой игры был эфир на республиканском телеканале, и меня замечают уже действующие лица проекта «Наша Казаша». То есть это уже был большой рейтинговый проект. Мне звонит Дауд Саихисламов и говорит, что они готовы с мной поработать. Пока что, ну, вот в сфере ивент. В организации проведения мероприятий у меня будет номер, они будут прописывать мне определенные номера. Я буду участником этой команды. Я в 8 лет, ну, не 8, сколько, 6-7 лет отработал в этой компании. Объездил все города Казахстана. И за рубежом мы были, и мероприятия, и съемки. Да, меня начали приглашать на эпизодические роли в «Нашей Казаши». Мне дали роль в сериале «Побей Кизаула» в 11-м году. Мы отработали 3 сезона, делали проект «Киз Атландия». И я вот тогда вот понял, что такое вообще производство. Телепроизводство, кинопроизводство, что такое монтаж, что такое организация этой работы, что такое, ну, вот, продюсирование, да, так и так далее. Ну, то есть, ну, смотри, вот за эти 7 лет ты был, в это время ты был актером, или вы были еще в авторстве участвовали? А все было постепенно. Я сначала был актером эпизодической роли, да, меня называли «Голос», потому что я изображал «Голос». Потом мне давали какие-то маленькие роли, потом мне предоставили возможность пописать какие-то скетчи, потом было… Это было параллельно с КВНом, да? Это было… Нет, у КВН мы уже закончили, вот мы взяли чемпионство и выступали как 101 аутильс. А, то есть ты на первом курсе закончил с КВНом, да? Я на первом курсе, я начал в финале и закончил в финале жест. Я пришел в финал, чтобы взять это чемпионство. Слушай, круто, экспорт. Ну, ты знаешь, я пять лет заиграл в КВН, я не выиграл ни разу, чем просто я участвовал в трех финалах. И я теперь понимаю, как появляется у людей зависть на самом деле. Ну, я считаю, что чемпионство – это большая заслуга вот ребят, которые до этого очень много лет вложили в эти образы, в этот, ну, это опыт, это огромный опыт, да, который они приобрели и взяли чемпионство. Я был как бы вспомогательный на такой момент. Если можно, давай вернемся чуть-чуть раньше, да, мы вернемся к сериалу, у нас основная тема – это сериалы. Я, в принципе, помню сериал «Побег из аула», ну, потому что я его смотрел тогда как зритель, то есть я тогда даже не знал, что мы всем этим будем заниматься. Ну, естественно, я все время следил за пацанами, которые, ну, вот, из КВН, и что там происходит, но только как зрители. Вот мне твой персонаж, вот этот «Побег из аула», который дома сидит, который хата постоянно болонит, и они все это пользуются. Мне он очень импонировал, ну, во-первых, он был, сильно выделялся среди всех остальных, у него было, ну, по нашим сегодняшним уже, там, грубо говоря, терминам, был очень внятный персонаж, чем он отличается, как бы у него характеристики определенные. Я сам для себя тогда вот отметил, ну, потому что вот твой вот этот образ, который, ну, породила президента, конечно, он был очень яркий, людям, в принципе, ну, люди, может, твое имя не помнили, как бы, ну, вот этот чувак, который породил. И вот мне понравился тогда тот образ, который был вот в этом «Побег из аула», он появился сразу, или вы как-то, вот, в смысле, как в КВНе были, либо тогда же Нуртас основной автор был, да, вот этого сериала, он уже писал на людей, или же, как бы, сначала появился персонаж, а потом как-то там кастинг проводили? Мне кажется, он писал на людей. То есть он видел меня, видел мой характер какой-то, да, и добавлял какие-то вот такие вот черты. То есть я появился не с первой серии, и в первой серии они еще в ауле, не приезжают в город, и должен был чувак, который их встретить. Да, да. И им оказался вот такой вот персонаж, герой. Ну, вот, получается, три сезона же был «Побег из аула», да? Три сезона и полный метр. И писал этот сценарий тогда Нуртас, да? Ну, насколько я знаю, да. Ну, да, ну, в смысле, это вы не коллективно участвовали? Ну, может быть, Сабит писал Архимай, да, я вот точно не знаю. А, Сабит тогда был еще с вами, да? Да, да, да. Хорошо. Расскажи, пожалуйста, давайте, давай вернемся, извини, что я тебя перебил, к тому моменту, когда вы сначала были одной командой, да, а потом, ну, как бы, даут с Нуртасом разъединились. А что, перед командой стоял выбор? То есть, кто с кем будет? Да, вот, ну, я был еще студентом в то время, сижу на парах, ничего не предвещало бурь. Тут приходят две СМС-ки. Классная и синяя. Нет, звонит Нуртас и говорит, вот, так и так, мы будем теперь работать отдельно, и я бы хотел тебя спросить, с кем ты хочешь поработать, со мной или сдаут. Я сначала не поверил, если честно, ну, как, это же большой коллектив, который сделал очень много дел, и, мне кажется, это априори невозможно вообще. А потом я, ну, все-таки сказал Нуртасу, что я хочу поработать с тобой. Он сказал, ну, Ерлан, ты знаешь мой характер, назад пути нет. А что это вкусное, это что это? Ну, что, если сказал, что будешь со мной, то давай тогда до конца со мной, да. А, ну, то есть, получается, если, скажем так, ты как актер работаешь с Нуртасом, ты уже не сможешь? Нет, нет, я полностью, да. Слушай, ну, тогда еще тогда сильны были такие, больше такие, кавейнерские такие, ну, как сказать, понятия. Да, понятия, да, то есть с нами, с ними. Да, ну, я за такие понятия. Я думаю, да, ну, потому что это команда, это бренд, это вот, ну, как вот Таса и Кока-Кола, это бренд, и все его вспомогательные вещества должны быть вместе. А сейчас у тебя в команде есть люди, которые не могут работать с кем-то еще? А, да, ну, давай, сейчас попозже надо расскажу. Хорошо. Ну, смотри, то есть, получается, и вот тогда Нуртас стал еще, привлек, я так понимаю, еще ребят, да, и все равно, пока вейновски вы собрали еще команду, ну, вот эти ребята, которые Сапог, там, куча, там. Ну, Сапог был изначально, да. А, он был, да? Да, и Макс тоже был, да. А, да, просто тогда, ну, мне казалось. Просто было вот как бы разъединение, да, вот и Сабиты ушли как отдельный продакшн, и Нуртас остался как отдельный продакшн, да. И вот пошли вот эти съемки, побег из-за ула, и ивентами вы тоже занимались, да? Ивентами, да. Ивентами никогда не прекращали. Да, да. По сей день, если чем. Ну, да, ну, я думаю, что если говорить о тех людях, которые, там, с моего времени, с 2001-го, с 2000-го остались в этой профессии, то, думаю, во многом благодаря ивентам, потому что, ну, большой был разрыв, когда не было никакого телевидения, там, продакшенов, там, и так далее. То есть, ну, люди зарабатывали на ивентах, и так продержались, грубо говоря, дождались того времени, когда можно реализовывать себя на телеке, в кино. Ну, сейчас же уже везде, те, кто дождался, молодцы. Вот. Хорошо, вот смотри, получается, три сезона побег из-за ула. Ну, тогда такой, действительно, такой очень яркий сериал был бы, там еще в Париже снимали. Да, в Таиланде снимали. В Таиланде. Ну, это было очень круто, на самом деле. Я усмотрел. Ну, что произошло дальше, да? То есть, получается, ну, вот этот фильм уже вышел, побег из-за ула. Параллельно делали, да, вот, проект Кизатландия, там родился образ Килинки Сабины, то есть в Кизатландии мы тоже... То, с кечком, да? С кечком, да. Вместо нашей Казаши. Да, тоже такой специфический жанр был, да. Постоянно, ну, шесть героев, шесть разных образов, шесть скетчей. Была большая школа, мы сделали четыре сезона до этого проекта, если не ошибаюсь, четыре. А у тебя был образ там тоже свой? Да, в Кизатландии было много образов. То есть, мы играли и женщины, и Наташа, и Кудалах, и так далее, да, да. Вот, а потом 2014 год мы снимаем Кизатландию, закончили побег из-за ула, и компания Нуртас принимает решение снимать полнометражный фильм героя с кечкома Килинки Сабины. Да, да. Это был новый жанр, это фильм, это кино, это уже, как бы, такой другой уровень. Мне дали одну из главных ролей, там, Аташки. Пожалуйста, если кто-то нашел эту видеозапись, передайте ее моим родителям. Меня обманным путем привезли в этот дурацкий аун Шекеры. Сын шейха по имени Джонни оказался колхозником-пастухом Джонни Беком. Мы сделали полный метр, и это была успешная картина в коммерческом плане, ну, как я, по-моему, да. И в 2015 году мы сделали вторую часть, ну, Нуртас продюсировал, срежиссировал вторую часть. Ну, и в 2015 году сняли «Побег из-за ула» полнометражный фильм. Вот, и в 2016 году, в январе, я прошу Нуртаса, чтобы я покинул компанию и поискал себя. А почему такое? Ну, я понял, что есть определенные такие... В 2016 году, это три года назад, да? Три года назад, да. Я понял, что я вырос, я могу делать, а делать мне пока не дают. Да. Это как вот переходной возраст. Ты уже не маленький, но еще не взрослый, да, вот как бы такой. Да, я вот хотел попробовать себя сам. Получится, получится, не получится. У меня есть два диплома, уйду в другую сферу вообще, думаю, ну... Ну, я почему-то верил, что получится. Такая вот внутренняя новинка. Ну, получится что? Получится, что, да, я буду делать собственный проект и сам буду двигаться, сам буду принимать решения. Потому что, ну, пришел момент, когда, ну, я понял, что я могу. Благодаря тому опыту, который я там получил, а получил там немаленький опыт, на самом деле, я очень благодарен Нуртуасову за предоставленную возможность проявления моих каких-то внутренних инициатив, за правильные наставления, за правильные слова, направления, потому что я молодой парень, студент, денег, ну, хватает, да, и погулять, и там, и потанцевать. Но я больше делал упор на работу, потому что, ну, как бы было такое жесткое и правильное воспитание, творческое воспитание. Я просто понимаю, что сюсюканье здесь тоже не пойдет, здесь сроки, здесь сдача. В какие-то моменты я начал уже заниматься монтажом, другие ребята чуть-чуть, ну, там, гуляют, уходят, я спрашиваю, почему я на монтаже? Потом я говорю, ну, ты мне еще спасибо скажешь за то, что ты это все знаешь. На самом деле я понял, что я могу что-то сделать. Определенные проекты под компанией, ну, я понял, что мне не дадут свободы, а в творчестве должна быть свобода, да, свобода своего мышления, что ты хочешь сказать. И я попросил покинуть компанию. Ну, я, во-первых, никаких задних мыслей у меня не было, я хотел сохранить дружеские отношения. Да. Вот. Но ты уже, у тебя уже были какие-то наметки, то, что ты будешь делать? Нет, не было. Ты просто решил, что будешь делать? Я решил, что дорога... Ну, то есть, ну, ТАСС вас так воспитал, что вы должны были сначала, как бы, выйти из команды, а потом выйти. А потом уже туда выйти, да. Хорошо, да. Вот, ну, вот за эти 6-7 лет я понимаю, что набрались мы очень хорошего и жизненного какого-то опыта, да. Мы попали к правильным людям, так сказать, да, которые нас обучали вот это превращать вот в это, да, и правильно это делать, то есть саму технологию этого производства. И я очень благодарен этому опыту, который получил там, да. То есть, на тот момент все-таки это была больше такая, как сказать, новая команда КВН, которая перешла в теле, да. То есть вы зарабатывали, условно говоря, на ивентах, да, а вот, ну, ну и отдельно зарабатывали на каких-то проектах. То есть у тебя не была команда, у которой, например, там была какая-то зарплата. Да, нет. Да, то есть, ну, в смысле, получая схема была такая, вы, как бы, становитесь известными, да, ну, как бы, работаете на ивентах, появляется новый проект, это добавляет еще больше вашей известности, ну, и вы, соответственно, зарабатываете здесь, а это ваше, условно говоря, легендарь, да. Хорошо. Ну, был объем работы. Вот, например, если я пишу какой-то скетч, я за него получаю деньги. Нет, ну, понятно. Если я, например, занимаюсь какими-то вопросами постпродакшена, я за это тоже получаю деньги. Понятно. И ивенты. Ну, основную часть моего тогдашнего дохода, это, ну, составлял и ивенты. Да, ну, то есть, наверное же, можно было сказать, чтобы если бы не было ивентов, ну, грубо говоря, вот на написании скетчей, на работе в монтаже, ну, там, это был бы немножко другой уровень жизни, скажем так. Ну, я бы не сказал. Нет? Да, я бы не сказал, да, потому что, ну, мы нормально зарабатывали и в проектах. Да, ну, проекты, они же не такие регулярные. Да, да, не всегда, да. Ну, да, я с вами согласен. Ну, мы всегда делали упор больше на проекты, на творчество, потому что мы знаем, что никто завтра не запомнит, как мы провели там, за тур такой-то девочки, да, через пять лет. Все запомнят, как мы делали большие проекты, там, смешные шутки. Да, понятно. Да, поэтому мы всегда акцентировали на этом. Мы, вот еще, что хорошо, всегда, ну, воспитывались в таком характере, что всегда нужно работать. Да. Еще в чем заключается вот работа автора, да, вот если ты, например, человек в этом сфере работаешь, ты постоянно должен писать, постоянно должен что-то придумывать. И это непрерывный процесс. Вот нам, как даже Натаса говорил, вот просыпаешься, берешь в руки ноутбук, и ты на работе. Тебе не надо там куда-то ехать по опробкам, стоять перед начальником. Вся в руки ноутбук, пиши, придумывай, разрабатывай, усовершенствуйся, читай, изучай. Ну, вот смотри, получается, что на тот момент, какие у тебя, ну, я понимаю, что, как бы, наверное, те, кто не играет к войну, это трудно понять, да, но я понимаю примерно, какие, в общем, навыки у тебя появились, ну, если так, размытые, скажем так, это определенные организаторские способности, совмещение креатива и организаторских способностей, да, что есть у всех КВНчиков, тем более, ну, не только у КВНчиков, ну, вот у той команды, которая работает, ну, в смысле, вот так вот, как команда, да, вот, но если мы берем, например, сценарий именно сериалов, да, потому что потом ты стал заниматься сериалами, да, уже были какие-то, вот, то есть опыт какой-то написания сценариев или понимание, как это делается? Видение у меня было, а опыта еще такого не было. Видение этой идеи, да? Да, видение, ну, вот, как это все делается, как это все придумывается, разрабатывается, оформляется. Да. Видение было, ну, а вот самого такого большого опыта, чтобы я от начала до конца закончил написание одной серии, такого не было. Потому что, ну, мы иногда, например, обсуждали какие-то вопросы, да, и автор говорил, что вот здесь будет так, потому что так. А вы как думаете, если так, ну, ну, как это будет? И вот в таком процессе мы, ну, все-таки три сезона одного, четыре сезона другого проекта, огромный объем работы, ну, и тогда вот видение тогда появилось, опыта еще много. Хорошо, тогда идем дальше. Что произошло потом? То есть ты покинул, вот, там, ну, Таст Продакшн, да? В то время так назывался? Тогда я еще покинул, знаете, вот на пике своей, как бы сказать, ну, тогда вот, тогдашней работы, да, вот, я уже занимался многими вопросами, да, не сказать, что всеми, да, но определенный ряд обязательств на мне было. Административные, да? Административные, какие-то творческие вопросы, да, там. И вот, 16-й год, январь, я ухожу отдельно, занимаюсь разработкой, придумыванием разных идей. Да, но ивенты ты потом увидишь сам уже, да? Из виду сам, уже без команды, да. Ты уже обозначил все, да, угу. Ну, первое время было не совсем просто, да, я хотел снять пилотку, для этого нужны были определенные финансы, у меня пока этих финансов не было, я одолжил у своих товарищей, там. Ну, давай поподробнее расскажи. Да, да. Что это было за идея? Это было, я, ну, думал предложить на канал и пойти, наглую показать вот свою пилотку и сказать, я вот могу вот так шутить, я могу так снимать. Какая идея какая-то была? Это был вот скетчком, скетчком мы его назвали OSA Life, ну, это такое вообще пилотное название, да, такая жизнь. Да. Его сняли, взяли в долг и деньги, написали сценарии. Написали, то есть у вас у тебя была какая-то команда? У меня была команда, да, команда, которую мы организовали, ну, амутинские КВНчики, да, 5-6 ребят, потом мы его смонтировали, показали, предложили нескольким телеканалам, несколько, ну, вот из 5 или 6 каналов, которым мы это предложили, двое откликнулись. Это был юмор, да? Это был юмор, да. Это вот а-ля 6 кадров. Все понятно. И вот 7 канал, потом мне пишет письмо, говорит, мы бы хотели, чтобы вы написали синопсис, обширный синопсис комедийного телесериала. А я говорю, а какой хрон должен быть? Мне говорят, 40 минут. То есть каждая серия должна быть по 40 минут. Я понимаю, что это, даже если 10 серий дадут, это 400 минут эфирного времени, которые нужно заполнять юмором. Ну, как говорят, глаза боятся, руки делают. А какой проект приложить? Есть 5-6 синопсисов, которые я примерно уже составил. Вот, знаете, вот уверен на 60%, уверен на 70%. Вот такие вот проекты. Вроде бы уверен, вроде бы, ну, как бы, твой ребенок, да, ты в нем уверен, но понимаешь, что там что-то не то. Вот чувство, внутреннее чувство. Мне дали там 2-3 дня. Ну, то есть они не взяли скетчком, но они посмотрели пилот, решили, да. Да, я еще при встрече сказал, что я умею это делать. Да. Дайте мне проект, я умею это делать. Тем более, они меня знают, с 7-м каналом мы давно сотрудничаем. 31-й канал откликнул сюда, сказал, что им нужен ситком 25-минутный, но просто на то время... Это 16-го года? Да, 16-го года. Цены, которые они предлагали, я просто по смете посчитал, но они, видать, ну, еще поняли, что мы это делаем первый раз, и мы возьмемся за эту сумму. Ну, я просто понимаю, что за эту сумму мы уйдем в убыток, реально, да, потому что никто не посмотрит, что мы это делаем первый раз. Это рынок, да, специалисты и техника, это очень все дорого стоит. Хотелось чуть-чуть заработать, на самом деле, да. И в один из дочей я просыпаюсь где-то в 3 часа ночи, что-то проснулся и хожу, не могу что-то уснуть, а почему я не подумаю о чем-то открыл? А я вообще люблю политику, я вообще люблю смотреть политику, наблюдать определенные высказывания, геополитика, там, что происходит. В определенном случае герой твоих породий, он как-то, по-другому, планик к тебе. Я вот, меня осенил, я придумал вот идею, а я вообще сам как педагог-психолог, и однажды на третьем-четвертом курсе, когда я вел социальный опрос среди школьников на профориентацию, кем вы хотите стать, я понял, что дети не хотят быть IT-инженерами, химиками, биологами, изучать астронавтику. Они хотят быть прокурорами, судьями, они хотят сидеть в кожаном кресле, тяжелее, мне еще какая-то школьник, тяжелее ручки, ничего не хочу поднимать. Они даже бизнесменами не хотят быть. Вот я подумал, вот такое вот у нас какое-то вот сознание, что все хотят быть бастыками, но всех бастыкских креслов на всех не хватит, а что быть, а люди хотят, а почему хотят видеть ценности другие, и люди думают, что хорошо зарабатывать только в этой сфере, когда будешь бастыком. И вот это все в совокупности политика, бастык-пулам, бастык-пулам. Вообще вначале я хотел назвать, что казах Армана бастык-пулам. Героя зовут Арман, казахская мечта бить бастыком. Потом канал слышал, что очень долгое название. Что-то говорит, это как этот, ну, там пример какой-то, слоган. Потом сократили, как бастык-пулам. Написали мы, я написал, что синопсис, отправили на канал. Каналу идея понравилась, канал попросил его более обширно расписать. А что будет происходить там в первой, восьмой, в двенадцатой серии или в шестнадцатой серии? Как ты закончишь эту историю? А сколько серии? В шестнадцать получим, да. Шестьсот сорок минут. В каждой серии был перехром. По сорок-две, по сорок-пять минут сдавали каждую серию. Ну, хорошо, что на канале перехром приветствуется. Но не доплачивается. Да. Но не доплачивается, да. Вот. И так получилось, что да, вот мы потом написали весь сценарий до середины июня, а потом... Ну, вы уже заключили договор, да, уже? Мы заключили договор в июне, а начали работу к концу сентября. Я сейчас просто, так как у нас зрители, ну, вот эти моменты, ну, для них очень важны. То есть, получается, я вот часто разбирал вот эту ситуацию. Вот смотри, ты написал, ну, скажем так, о расширенном серии тритмы, то есть с описаниями серии, да. В какой момент вы заключили договор с каналом? Когда, ну, знаете, работа шла параллельно. Да, ну... Когда не было такого, что вы сейчас напишите полную восемь серий, мы с вами заключим договор. Такого не было. То есть, идея понравилась, обширный синопис понравился, по серийник я уже написал. Да, по серийник уже написал. уже примерно было готово около 10 серий написанных диалогами прикольно нам говорили подождите мы подумаем а я был уверен что будет они подумают и будут да и мы писали писали я пишу у нас как бы система работ такая всю полностью огромную эту работу на себя не беру так как я вижу проект я пишу по эпизодный план там из 1 пишу по эпизодный план но иногда бывает там к нам приходит актер бау-жан-урда тоже пишет актер театра тамаша вот основная идея вот с чего начинается и чем заканчивается я написал сам вот пишу по эпизодный план и около там 10-15 страниц отправляет авторам диалогов и они уже его оформляют добавляют диалоги описание действия да там все это делай и вот так вот мы уже снимаем четвертый сезон параллельно 2000 через год как мы сделали бастах пулам они как понял принес хорошие рейтинги и хорошие просмотры самый просматриваемый эпизод набрал почти полтора миллиона просмотров для первого проекта для первого рейтингами если продолжили значит доли рейтинга было около десяти для канала канал был очень доволен сказали что в следующем году будет второй сезон меня это очень сильно обрадовало что 2 но это же не министерский заказ нет это собственное производство потому что наверно министерский заказ вам не дали бы ну ну понятно что не дали дать могли бы канал мог бы его подать как комитету а просто 7 канал гортись мы его дадим туда то они будут ли снимать продолжение будет просто еще уникальность этого проекта что мы в одном проекте собрали очень много интересных актеров которые играют не менее интересных персонажей слушай ну вот сейчас вот вышел фильм я не могу тебя не спросить вышел фильм а у твоего солнце если так можно назвать у нуртаса вышел фильм аким да вот это схожие да похожие ну вот завязки пока не менее я буду фильм сам не видел но говорят что да очень похоже вообще говорят что фильм аким это первые две серии сериала бастерпулан который набрал около двух миллионов просмотров для эти серии совпадение ли я думаю нуртас наверное не смотрел сериал бастерпулан и не знает сюжетную историю этого сериала и поэтому снял фильм аким мы хотели снять полнометражный фильм бастерпулан а теперь да я вот думаю как это все будет если там у нас история другая да понятно тема одна я думаю я думаю что ну как бы не уменьшая твою идею до которая действительно уже доказала свою состоятельность и в том числе и фильма у нуртаса я не думаю что это какое-то как сказать заимствование потому что ну скажем так вот наших нашей работе со на технологиях принципе понятны приемы почему вы сделали так или иначе да опять-таки герои рыбы без воды оказывается ситуации в которые он ну не был готов как если мы исходим из этого то есть соответственно ну вот у тебя бюссель у него там он должен был в основном его должны были назначить а назначили потому что он не знает казахский язык его отправили там в вау соответственно ну как бы вот эти все вещи они с другой стороны если вот разбираться глубоко именно с точки зрения сцена и сценаристике по написанию сериалов они какие-то понятные но в смысле ну именно какие-то примеры точно можем найти ну в том числе там слуги народа и так далее ну я думаю что это не заимствование просто приемы которых ну ты не можешь обойтись грубо говоря да то есть если ты хочешь сказать на это интересную историю хорошо но получается то есть это его опыт был успешным да то есть по первый сезон вышел хорошие рейтинги появились ну по вы получили хорошие рейтинге она довольна заказывает продолжение да и каждый год выходит то есть это уже вот сейчас уже четвертый сезон да мне еще для седьмого канала делаем скетчком я прай на казахском языке тоже знакомый нам жанр но на казахском языке на русском на до этого всегда делали на русском и мог бы его тоже на казахском да вас там полностью даже на казахском и проекте а про и в этом году сделали третий сезон тоже вам довольно успешный следующем году хотим его чуть-чуть реформировать еще какие-то сериалы даже за вами в прошлом году сняли сериал бюро да про национальное бюро противодействию коррупции на профиль пола профиль пола в целом 10 серий это уже не телеканал нтк это уже не юмор это уже такая драма удар да вот сняли 10 серий просто жанр тоже был специфический новый для меня но это министерский да был до заказ министерства информации ну не было тоже приятно поработать над таким проектом и тяжелый проект по-своему все-таки и сама тема такая да она как бы вроде бы проблема есть а в этой проблеме то ну наши граждане наши люди наши там не зачитать без духа чем-то чей-то бажуха да там по-любому все этой системе да и сериал получился такой специфический да и возможно даже будет продолжение этого сериала просто вот что странно мы сделали по заказу министерства целый сериал а его почему-то на канал ставить на 7 20 утра не собственное производство канала только канал получает определенные субсидии тогда какие-то ловит там проценты получает готовый проект и ставить его всем 20 утра ну вот я вот чуть-чуть да то 7 до утра вы не можете рассчитывать какие-то рейтинге 20 утра ну может быть в этот момент просыпаются все сотрудники заходят на пост не смотрят хотя бы в 630 тогда поставить просто у них всем построение равнение налево на экран и там сейчас и когда вы делал сериал бюро я рассчитывал на поддержку самого нацбюро у нас вот почему-то как какой-то такой вот такой странное отношение говорю уважаемый нацбюро мы про вас снимаем целый сериал его завтра увидит очень большое количество людей исходя из нашей работы будут оценивать в основном не нашу работу вашу работу в чем заключается ну это же тоже как бы такая философия у вас есть в работе в принципе даже для этого и придумано то есть это главная болезнь страны а вы главные лекари и вот жизнь про вас про этих лекаря антикоррупционщиков очень минимизированное было внимание со стороны нацбюро я думаю если бы они предоставили бы какие-то свою какую-то ну не знаю там какие-то реквизиты специфические которые не знает наше гражданское население да какие-то это микрофоны какие-то локации да там ну а нам поставили задачу наше дело было выполнить эту задачу а ты это синопсис защищал об этом он на канале на канале то есть они выбрали эту даже идею которую вы предоставили а вот разработку сценария обычно же она тоже в этом профильном органе утверждается они согласовали на согласовали на сценарий который мы написали да то есть там были еще какие-то корректировки написали с консультациями с ними или нет нет они не предоставили нам консультата мы нашли знакомых жанр специфический работа тоже специфическая и без консультанта там не конечно по-любому там начиная от кпп да как там заходить по ли вам там все по другому да по-любому были консультантами исходя из этого писали там свои истории мне кажется проект получился интересного это был первый проект не юмористический первый проект не юмористический написать полностью сценарий я не успел потому что я занимался съемками бастах пулан третьего сезона да и мы наняли авторов основной идеи у нас было вот две две встречи я им рассказала сначала идею потом концепцию как все это будет проходить и ребята сами написали все эти 10 серий теперь вот этому вопросу расскажи пожалуйста как формируется твоя команда и возвращаемся к тому что если люди которые то есть я задаю этот вопрос почти всем продюсерам в каких людей ну скажем так ты как руководитель компании считаешь что нужно вкладываться мы же понимаем что специфика нашего бизнеса она такая что ты не можешь держать огромный штат людей потому что условно говоря в году полгода ну скажем так из-за специфики заказов да то есть мы полгода ничего не делаем например зимой может быть ему будешь вписать 5 сезон например но ты же точно не может быть уверен что он будет да ну после а вот людей которые постоянно на заплате находится в штате да потому что или или же как или же вы переняли вот эту вот форму с ну вот с not as production когда вот много людей переняли ну а во первых когда мы принимаем на работу определенных специалистов мы я в первую очередь смотрю на порядочность этого человека если занимать на работу штат на заплату это со своей командой свою команду да свою команду я объясняю вообще всю весь процесс производства в чем заключается его работа как этого специалиста и я не то что не всегда запрещаю нашим ребятам где-то сниматься просто они и 7 предложений поступает они приходят мы согласовываем если мы смотрим на проект куда их приглашают в основном мы своих ребят ну как это сказать как вы загружаете работой это не позволяем сниматься в какой-то фигне то есть если тебя приглашает на полный метр с хорошим режиссером с хорошей историей пожалуйста и не зарабатывай деньги до популяризирую свое лицо данным договоряйся это какой-то там я не знаю там очень непонятный тиви правил точно кто это и кто эти люди кто они какой роль выполняет а мы это не вижу все вне оператора это авторы и наши актеры нашел и они часто как как в твоем случае не в одном лице или так в одном лице в одном лице то есть наши ребята которые снимаются в наших проектах они сами же пишут сценарий а нет вот если продолжай смешка я думаю очень правильная форма потому что человек который у него нет зарплаты но он получает за сценарий за за актерство организационные работы когда он тоже выполняет какие-то куда-то есть есть такие ребята какие может по проектам исполнительного продюсера у нас есть ивенты а все понятно у нас есть ивенты вы тоже делаете сейчас команды я просто думал что ты один нет иногда выхожу с команды и наши ребята они тоже ведут мероприятие да тоже каждый по отдельности но они подвязаны к тебе в том плане чтобы одна команда есть ты например условно говоря вот мне нужно бы поучаствовать я должен буду разговаривать с тобой если мне нужен будет парень с твоей команды нет если у него свободная дата он сам решает свою но он тебя спрашивает да него говорит нам у нас например 23 есть мероприятие я говорит он как я тогда это той беру а если не то есть на сценарий там если сценарий нет тогда работа он ворк приоритет номер один нет если он говорит вот там вы меня вот мы в январе что-нибудь делаем не то я вот пишем что-то приходит тебе и говорит вот я твой сценарист и актер и ну я тоже я я за чтобы ребята работали и зарабатывали чтобы они обеспечивали свои себя свою семью ну опять же каким путем если наш парень уходит куда-то туда и занимается каким-то непонятным делом мы говорим и либо возвращайся либо уходи понятно слушай но вы это как его у вас отдельная такая республика хотя в принципе у округа тоже похожая какая-то такая схема это все наверно из кого это да как как мне кажется да ну просто вот из ты вкладываешься вот ребят как я которые вот вы как команда опять то есть организовал ты ушел за на команду организовал другую такую же команда и у вас по сути с учетом того твоих планов на полный метр у вас точно такой же путь как у нуртас продакшен но у нуртаса сейчас он условно говоря у него же на другая какая ну так как он занимается только кино то есть у него там только исполнил исполнительские функции административный в основном он ну как бы ну то есть получается по логике рано и поздно ты тоже к этому придешь да еще нарушатые актер и режиссер ты режиссировал с первого сезона да все четыре сезона ты режиссировал этот сериал да как как тебе режиссула ну глаза боятся руки делают опять же я прям не скажу что примет он такой гениальный режиссер который прям такого не такое четкое видение творческие вкусы я рассказываю историю вот я как понимаю работу режиссера режиссер это фильтр который говорит либо да либо нет и это основной рассказчик той или иной истории который написал автор до его задача в основном работать с актером и подавать правильно ту информацию которую нужно подать ну как вот я работаю с актерами мне кажется самая такая тяжелая ну так как я не чем может быть какие-то фундаментальные такие базовые знания есть по психологии и мне например есть есть опыт конечно что тот опыт который я получил у тебя еще на гана вокруг актеры которые писали были очень глубоко материале да у тебя в этом сериале снимаются те люди которые писали эти диалоги иногда бывает даже там пока там гримируется я его зовут на площадку мы обсуждаем сценарий он обратно идет понятно ну то есть у тебя во большей части актеры если это те которые в твоей же команде они уже знают материал да то есть но как профессиональному вообще актеры знают материал я прошу актеров чтобы они во первых когда первый съемочный день приезжает актер который играет этого героя я ему говорю вот откуда идет шлейф и куда он приведет и он уже знает что вы до что было до и будет после поэтому как-то легче играть не вот ловить этот образ и настроение эти эмоции это внутреннее состояние что да это понятно поставлены задачи перед актером через подсознательную психотехнику артиста слушай но вот очень интересно потому что это не первый случай когда вот мы разговариваем с продюсером и говорим о том что ну вот он рассказывает что вот была специальность на которой он учился и вроде бы сначала кажется что она ему не пригодилась а потом это все как сказать выходит ну как в твоем случае оказывается там глубокая психология например преподавание она может пригодиться в твоей работе казалось бы которая нам не всегда нужно было его знаете даже когда вот учился в универе и например конфликтология да вот она там ее полгода изучаем эту конфликтологии например я знаю как создавать конфликты как разглаживать конфликт ну да как и вот недавно вот как я понимаю да вот основная задача драматурга вот когда пишет например если взять регулировщика дорожного регулировщика его задача пропустить машины безопасно задача драматурга столкнуть эти машины между собой да чтобы это было еще красиво были взрывы кровь чтобы герои переживали самая главная задача автора чтобы каждая секунда была интересна как бы то ни рассказывал ты не смешишь или ты оставляешь плакать этого человека даже вот принцип вот как я выбираю книги я прихожу в книжный магазин открываю любой абзац читая если мне этот абзац интерес не эту книгу если не интерес и также и фильмы например просматривал середине там вели концу посмотрите 3 минуты понравились я смотрю фильм поэтому я и например то что мы свои почему вот ребят почему держу не дело не в том что там к ндр до какую-то создать до свою а потому что вот например я вот ребятам говорю я вас вкладываю определенные знания определенные навыки да вот я с вами делюсь полезной информацией я работаю с вами ну как бы вот чтобы вы хорошо играли чтобы у нас была красивая картинка дала сяга нас это делается для того чтобы вот наша команда завтра когда мы будем расширяться чтобы наши ребята брали уже определенные проекты чтобы они знали от заключения договора от предоставления синопсиса до акта выполненных работ до подписания до чтобы ребята знали его весь этот процесс то есть а если я вас подготовлю как специалистов то вы тоже должны отработать как хорошие специалисты и мне не выгодно вас сейчас вкладывать знания а через два года чтобы не покинули да поэтому давайте хотя бы пять-шесть лет отработать вместе как команда друг на друг друга посмотрим обезьян все города не знаю там сделаем разные интересные проекты придумаем интересные необычные шутки а потом если вы уже придет момент я поэтому в этом думаю что человек он вот когда развивается он не должен быть там на те вот если человек хочет кроме авторства взять исполнительное продюсирование ему можно предоставить если он может может взять на себе ответственность до подписания акта выполненных работ и я за то чтобы были такие специалисты в нашей компании чтобы они тоже знали очень полезную информацию чтобы они тоже в будущем если они например кто хочет создать свою компанию чтобы они были вот так вот укомплектованные грамотные прикольно ребята слушай но я учел некоторые недоработки предыдущего своего работодателя хорошо ну ты смысле так поднесешься нормально если они если кто-то придет так же как ты скажет что ну да ну что теперь делать дело его совести ну совести или же это нормально как бы ну знаете просто я даже так сделал я сделал я когда пришел в компанию до обороты компании были н когда я ушел с компанией обороты компании уже были н2 не будет там да просто я работал в этой компании и я очень много вложил в нее для того чтобы было н2 я так думаю я был таким на каким-то определенным элементом всего этого процесса вот я думаю например на если человек вырос и хочет делать что-то свое пусть сделает свое он может это делать на базе нашей компании либо если хватает опыта духа до так сказать знаний и уверенности пожалуйста то есть я в этом плане не ревнивый слушай расскажи пожалуйста свои мысли по поводу того ну мы со всеми продюсерами тоже обсуждаем вот по поводу разделения прав вот если брать твой проект который не министерский соответственно права принадлежат каналу до 7 канала все на твои сериал например если вы если бы вы бы делали полнометражный фильм то вы бы все равно должны были делать это с каналом ну либо с какого-то и кажется всегда можно договориться например вот если у меня есть ей на полный метр и права принадлежат каналу ну пока у меня этих денег нету таких огромных чтобы но я бы например договорился так что вы дайте мне возможность взять этот полный метр за свои деньги коль у вас нету таких финансовых возможностей и например это будет уже ну как бы мой полный метр и в этом ничего я думаю такого прямо странного нету если вы сами не можете снять давайте я сниму да и права пусть плана будет ваших бог с ним вообще я думаю раз канал платить деньги он же платит свои деньги да и он должен получать все эти права исключительные нет конечно но вот смотри я просто к тому что наш рынок например отличается в том числе от украинского от российского ну студии такие как твоя там моя ну вот все остальные продюсерские компании не могут нарисовать себе длинную стратегию развития ну почему потому что даже если примеру тебе и мне например дать миллион долларов каждому инвестор придет некие такие кстати переговоры были я не понимал куда то есть они говорят ну ты можешь бы скажет давайте не полный метр но это же один проект заканчивается и там во что мы будем вкладывать деньги например да то есть ну в бизнесе который может имеет длинную стратегию развития всегда есть во что вложить деньги да что у нас может быть например ну давай вот порассуждаем давай может быть по как бы поспорим или ну то есть если он покупаем если мы по например хорошо у нас студия там будет находиться там купим себе там павильон с офисом мы не знаем павильон отобьется не отобьется всего того что мы не знаем наших там заказов да в следующем году например семерка может там но решить что не надо 5 себя 5 сезон снимать да такой же может быть нет мы таки договорили что четвертый сезон это как бы эксклюзивный крайне я как пример просто я понятно дело это уже то есть пример вот и не можешь точно значит а будет что-то правильно да может поменяться руководство ситуация на рекламном рынке измениться да там цены и так далее соответственно выкладывать технику мы понимаем что то в этом тоже нет смысла какого-то да то есть это не какая-то это только инструмент для удобства и затея своей техника но это никак не бизнес за момент который будет приносить тебе деньги можно вложиться и многие мечтают и какая-то модель которую ты сейчас рассказываешь ну как бы смотря на большие компании это вложил вкладываться в авторов например подписывай с ними контракты да там но ты не знаешь объем это не знаешь что ими написать потому что могу бога вот у тебя ребята которые пишут там комедийный сериал до завтра будет ну там типа детектив или медицинская драма ну не факт что эти ребята напишут же правильно ну на хорошем уровне возможно надо будет нанимать других во что может быть вкладываться деньги ну пока у тебя ну грубо говоря ну и если у тебя есть какие-то забыли чтобы если бы у тебя были какой-то ресурс ну мы естественно имеем ввиду что это то что потом должно как-то вернуться но отбиваться и либо добудет как бизнес мне кажется здесь текущая работа только нужно быть потому что вы говорите и павильон и ну да мы там купим офис за 200 тысяч долларов да например да и мы его должны будем только пользоваться им на сами в этом плане я думаю нужно тогда вот если например образно ко мне поступит миллион долларов я их распределю на сколько там пять проектов пять полных метров и буду снимать там два-три года и я более чем уверен что эти миллион долларов за два-три года превратятся на как минимум два с половиной ну наверное да ну смотри я понимаю о чем-то но это же операционные деньги да ты понимаешь то есть они просто вернуться ну глубоко бизнес от этого не выросит ну вот я как пример скажу там имею вот есть столовая типа вот не знаю ты замечал эти каганат там это одностоловая когда у них пойду если им давали деньги например они открывали сеть столовых деньги потом возвращались но сеть столовых то есть большой бизнес он оставался в нашем случае ну вот ты даже пять проектов снимешь ну вот все деньги упали на место с прибылью но у тебя как была такая студия глубоко ну у тебя еще пять ну еще есть права на пять фильмов но как бизнес она не стала дороже да там условно говоря ты стал крючком нас в этом и специфика вся этого бизнеса мы же продаем мысли когда вот мы у нас есть мысли мы их оформляем виде скетчей вайнов я не знаю там фильмов сериалов мы подаем и люди покупают либо через рекламодателей на телеканалах на радио либо рублем в кинотеатрах да я думаю у нас вот вот такие вот текущие дела и будут то есть та же самая компания warner бразерс да там или там как метро голдом маяр да например они тоже ну работают в этой ситуации снимают зарабатывают снимают зарабатывают правильно же ну не смотри вот вопрос такой вот смотри сейчас грубо говоря вот права на внутренний нас вышел эти истории там на человека паука продаю вот волна волна сейчас кому принадлежит sony sony вон а тайм или как-то называется там большой комбинат права на то что они уже произвели грубо говоря права на диснеевские фильмы их ремейки они стоят очень много денег скажем так и поэтому они производят да но потом у них появляется как сказать амортизация да то есть амортизация то есть актив который виртуальный права и сам фильм условно говоря если сейчас ты захочешь один в один а происходит же периодически там там касаются и чудовища опять заново снимает там кого лев джамбо джамбо как называется посланенко время также как и звездные воины звезды воины просто ты продаешь сейчас мне звезды воины стоит там несколько миллиардов сейчас то есть просто права не не то что произведенный продукт вот на это то есть и так и вот и это основные деньги ну вот и сейчас если ходить далеко все таки лучшие примеры из топе таки из рынков которые ближе к нам украина россии то есть подачу студии она производит сериал например да и совместно с каналом там есть очень важная деталь финансирование проекта частично идет из-за счет продаж продакшен потом эти права условно ты канал вот я продакшен ты через два года или три года права все переходят ко мне ну то есть я потом ну хочу в казахстан продам его хочу еще куда-то продолжение опять таки все много дальше на продакшена и тогда ну почему comedy club там или вот эти вот внутренние знаешь в обе даблую почему их купили за огромные деньги не потому что у них там техники много или там здание потому что у них есть первое это библиотека прав то есть все вот эти кухни все что они произвели их на это есть право они все им вернулись теперь они им принадлежат первое и на продолжение тоже и второе это контракты с авторами ну то что у них там условно 60 авторов comedy club или ну там я не знаю сколько там ну вайбе даблый 60 авторов у них всех контракты да то есть что и что потенциал этих людей ну могут произвести проекты которые там будущем люди за это платят деньги соответственно мы мы не в таком положении может быть мы не делаем такие бомбические проекты скажем так и можно не делаем тогда это точно и может быть мы не вкладываем еще опять-таки мы не готова можно вкладывать в свои же проекты еще свои деньги и потом делать на просто ситуация просто такая что пока нет такой практики ну даже если ты хочешь, но пока как бы, вроде бы каналы говорят, что могут. Ну, кстати, одни из тех каналов, кто могут, это вот НТК, 31 и 7 по сути, потому что все остальные более там государственные, они там за такие сделки не могут. То есть рано или поздно, ну, например, представим ситуацию, чтобы твой сериал, например, делал совместно с седьмым каналом и через какое-то время у тебя появились бы права на него. Ну, то есть вот уже прошло три года, и первый сезон уже все твой, ну, грубо говоря, ты, может быть, его, я не знаю, куда можешь показать. Как раз в языке понятно ограничивают, ты можешь показать там, продать его 31-му там, я не знаю, там за 500 долларов за серию. Ну, как пример. Понятное дело, что мы маленькая-маленькая страна, и такая ситуация может быть, ну, у нас все это уменьшено. Вот, ну. Насчет маленькой страны я согласен, ну, население. Да, население. Я вот, например, за то, что, чтобы выходить на рынки хотя бы русскоязычного пространства, да? Да. Тот же самый и Россия, и Центральная Азия, да, и там Кавказ, да, почему, да, вот Азербайджан, да, почему бы нет, да, там и понимают по-русски, и говорят по-русски, и если делать продукты, да, вот, либо кино, либо телепродукты для них, я вот даже думаю, например, если такой проект как Бастх Пулам вышел бы в эфире узбекского телевидения, мне кажется, это было бы тоже неплохо, да, почему бы нет, да, там, а если какой-нибудь, например, узбекский сериал выйдет у нас на рынке, он выходит, они выходят. Выходит? Да, дублируются на казахский язык, вот они союняются прям по цифрам, да. А, да, уже есть такие? Да, у меня вот сейчас выходит сериал в эфире, перед ним стоит узбекский сериал, ну, продублированный на казахский, вот, ну, такие неплохи цифроники. В этом плане, я вот как, ну, как понял, что Ташкентфильм, вы знаете, узбекфильм, она, вот, у них база намного мощнее, чем у казахских. Да, конечно. Хотя, вот. А, база, например. Самая база, вот там и, потому что там намного больше производства. Да, конечно. Намного больше производства, потому что, ну, мне кажется, и населения в два раза больше, может, поэтому, да, то есть, я, ну, я понимаю, да, вот тот же самый Кока-Кола, который заходит в Центральную Азию, она заходит, например, она же, это же рынок. Да. А, в Тиргизии, в Казахстане 5 миллионов населения, да, или 6. Да. В Узбекистане 38 почти, да, у нас 18, на такую большую территорию, да, 18 миллионов, ну, я думаю, это... Ну, у нас еще вопрос такой, у нас же поделенное все-таки, вот, то есть, Узбекистан, это почти моноязычное, ну, то есть, все говорят на узбекском, даже если это не узбеки, но там внутренняя сама индустрия, вот, к вопросу, опять-таки, частная, то есть, частная, которая обивается, то есть, условно говоря, не снимает, фильмы за 30-40 тысяч долларов, например, запускает от своих кинотеатров, где нет никаких, там, никаких саунд-систем, никакой системы учета билетов и так далее, как, я, правда, не поймаю, как это работает, но они все это отбивают, эти фильмы популярны в народе, они покупают эти диски, там, и так далее, и в большом количестве, это, то есть, она, система, она может показаться немножко, ну, не то, что не цивилизованной, она немножко несистемная, ну, в нашем, да, понимаете, но она зато самодостаточная, то есть, там, вообще, нету государства, ну, там, там, все вот так вот крутится, маленькими деньгами, так или иначе, но есть актеры, звезды, все это работает, как бы, люди смотрят. Те, кто не смотрят на узбекском языке, ну, по сути, ну, их можно даже не принимать в расчетах не так много, ну, по сути, там, ну, а для них, там, все есть, все российское телевидение, естественно, они все, там, ну, как и мы, по сути, все в российском таком медиапространстве. Ну, ну, я согласен с тем, что русский язык, вот, мне кажется, как раз таки приходит такое время, у нас же были волны же вот эти вот, да, то есть, почему-то все было на русском, потом почему-то не на казахском, потом стало на казахском, и сейчас такая волна, в которой русский язык не как внутри, как бы, вопрос, там, какой-то политики, а русский язык может стать просто ключом к каким-то другим рынкам. Да. А какие ты видишь проблемы, например, вообще, вот нашей индустрии, вот нас как производителей сериалов? Мне кажется, нужно больше заниматься, больше производить. А если, например, сейчас телеканал производит, ну, там, каждый по собственному производству около, там, 10 сериалов в год. Мне кажется, нужно увеличить это количество. И, ну, вообще сейчас как в целом, телевидение, оно же, как уходит, может быть, на второй план, да? У нас больше интернет-аудитории. Вот помните, как в фильме «Москва слезам не верит», как говорится? Да, одно сплошное телевидение. Одно будет, одно сплошное телевидение, а потом приходит интернет, и сейчас говорят, будет в будущем один сплошной интернет. Хотя те же самые библиотеки, театры, радио работают. Мне кажется, и телевидение останется, как отдельный, как этот рынок, да, телевизионный. И, конечно же, не хватает хороших. Почему мало сериалов? Ну, сейчас их, конечно же, больше. Почему меньше заказов? Ну, мало заказов, потому что нет хороших, мощных идей. Если бы, например, мы делали прям вообще вот, ну, очень качественно и классно в плане рассказа историй, да, как Хичкок говорил, да, что три главные вещи в кино, да, это история, история. Нехватка специалистов именно, вот, нехватка драматургов, и поэтому сценарии пишут бывшие КВНчики, либо люди, которые давно пишут сценарии, да. Не хватает прям таких профессиональных драматургов, да, которые вот возьмутся и сдадут тебе прям такой проект, который ты читаешь и говоришь, вау, нифига себе, как такое вообще можно придумать. Да. Вот, не хватает вот этого, я думаю. Во-первых, нет дефицита каких-то. То есть дефицит сценаристов, скажем? Дефицит, да, дефицит идей. Дефицит хороших идей, да. И дефицит специалистов, которые придумывают эти идеи, эти диалоги, эти сцены, эти зарисовки, там, и так далее. То есть, смотри, а если бы были такие специалисты, ты бы сам занимался разработкой сценариев? Я бы к ним прислушивался бы, я бы, наоборот, от них бы не отставал бы, я бы за ними бегал, научите меня правильно, хорошо писать. Вот, я бы так бы делал, да. А так, я не такой, что, знаете, вот я сам знаю, у меня самые лучшие идеи, я сам такой, самый талантливый, такого нет. Вот, и мне кажется, вот не хватает вот именно хороших, мощных, качественных авторов. А как ты думаешь, что уж как мы можем решить? Надо их воспитывать или ими становиться. А кто их может воспитывать? Сама индустрия, сам рынок. Когда у нас появится, например, 5-6 талантливых авторов, я более чем уверен, что появится другая группа таких же молодых ребят, которые хотят с ними конкурировать и зарабатывать так же, как они. Я думаю, это рынок, рыночные отношения, и это нормально. Ну вот, про отсутствие, не отсутствие, а как бы нехватку сильных сценаристов, об этом тоже все говорят. Ну смотри, вот какая штука. Нет ощущения, что если, например, вот у тебя в команде появится сильный сценарист, ну или, не знаю, откуда он может быть сильным сценаристом, среди тех людей, кто этим занимается. Да, как, ну я вот часто говорю в это видео, он не может сейчас там пасти овец, да, пасти баранов, оказывается, он гениальный сценарист. Только если он там научится, будет пытаться, пытаться, пытаться делать, 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 через какое-то время он станет сценаристом. Да, вот же не певец там, да, какой-то есть природный какие-то. Или это не голос назарбаев. Ну голос назарбаев в твоем случае, конечно, потому что смотри, ну ладно, хорошо, об этом отдельно поговорим. Ну то есть, получается, что все-таки это все равно из тех людей, которые сейчас есть, либо которые там придут в эту профессию, но занимаются какой-то смежной там. Ну сейчас там уже есть какие-то журналисты, писатели, ковренчики, ну либо те, которые, но сейчас мне такое ощущение, что если ты появится сильный сценарист, с определенными организаторскими навыками, ну он идет и создает свой собственный продакшн. Ну давай твой случай разберем. Хорошо, мы понимаем, что в принципе, если брать то, кто когда еще развелся на Таст Продакшн, он просто отошел от телека, да, и ему в принципе от того, что вы ушли, это все было в принципе в елочку, да, как бы, ну, рано или поздно, может быть, он вам бы сказал, да? Да, я тоже, наверное, не исключаю этот факт, скорее всего. Да, ну, скажем так, но если бы, например, мы бы брали вот вашу компанию, которая должна была развиваться в телевизионном, как сказать, для телевидения, делать сериалы, продолжать делать сериалы. Вот есть такая творческая единица, например, E1, да, возможно, если бы он остался в компании и занимался только сценариями, ну и разработкой собственных проектов, но именно сценарной части, то есть не занимался как генпродюсер, не ходил на каналы, не тратил на это все свое время, организовывал, там, не знаю, там, организаторскими, не знаю, там, налоговыми отчетами и так далее. Да, 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 ходил, там, со всеми приходилось разговаривать, а это было бы внутри одной команды, да, а ты бы занимался, например, только изучал, в том числе, да, сценаристику, занимался вот проектом, вот тем же, да, там, вот тем же проектом, но занимался я бы, как мы называли, как креативный продюсер. Я был брат, если честно. Да, ну, смотри, ну, такой цикл, ты бы, ты бы за это время, возможно, я не знаю, мы можем об этом посудить, возможно бы, сделал бы прорыв, и просто где эти сценаристы эти четыре года, если бы ты занимался только этим. Ты был бы этим стилем сценариста, например, который бы, да, но у тебя очень много времени уходит вообще на другие вещи, да, соответственно, у тебя появляются такие ребята, ну, то есть и ты, как сказать, как сказать, тебе приходится опять пройти путь условного, ну, ТАСС-2, да, то есть, ну, и еще следующий пройдет, но вот все эти пути, они требуют определенного времени, да, то есть, ну, грубо говоря, даже как название этого сериала, каждый, как бы, кто начинает из себя представлять, сам становится бастыком в том плане, что... Создает свое, как бы, да, это вот у нас такой тоже, как бы, код, да, определенный, вот. Ну, или же, да, или же это происходит, грубо говоря, ну, как, опять-таки, мы же можем ориентироваться на другие стороны, как это происходит, да, люди не озадачены этим, они занимаются только творчеством, да, ну, кто-то другой, ну, согласись, что, например, если даже всех тех же ребят, даже сначала, там, с Абитом, там, и так далее, они же все, как бы, с одной стороны, показали себя, вы все показали себя, с другой стороны, если бы все были всей одной командой, да, в которой исполнительные вещи вообще занимались бы другие люди, эти же люди точно есть, да, а вы занимались бы только, вот, там, проект, например, женатики, это был тоже в одной команде, вам ваш проект, это все было бы в одной команде, от этого бы выиграли бы все, потому что вы бы взаимодействовали. Да, 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 да. Ну, как это снять, а с нету? Я вот это и ребятам объясняю, по идее, вот, у нас сейчас в команде около 8 человек основных, молодые ребята, я вообще сейчас пригласил в команду ребят 99-го года, представляете, я говорю, у меня машина была 99-го, 20-ка. Да, я вас пригласил, они, глаза горят, молодые ребята, квенчики, хотят работать, прям, еще хотят работать, вот это самое главное, хотят работать не ради денег, а ради самореализации, самоактуализации, чтобы показать, что мы в 20 лет можем делать такие классные вещи, поэтому я их всегда еще мотивирую, как хороший педагог-психолог. Поэтому я вот верю в свою команду, верю в то, что у нас получится, и где-то, ну, может быть, через 2-3 года мы уже будем такой командой, которая будет получать такие офигенные заказы. Есть творческий момент, есть технический момент, да, вот, если у тебя получается творческий момент, то второй уже второстепенно. Ну, я думаю, что специалистов для того, чтобы администрировать эти, существовать что-то, ну, то есть их либо можно взрастить, либо там, там, где более логика, эти люди есть. Грубо говоря, ты всегда можешь пригласить, ну, плюс-минус, вопрос денег, крутого исполнительного продюсера, ну, тебе все выстроит, ну, все, по сути, но он за тебя не придумает, ну, грубо говоря, ну, все выстроит. Это вот у нас был после последнего, тот самого Коварина, вот, ты в этот момент женился, как бы, а мы ходили, и когда разговаривали со Скалом Зубаевым, он сказал, я вот так смотрел на всех, ну, на всех, кто в жюри, кто в зале, вся эта, этот же, он говорил, какой, какой, какой это мог быть большой классный продакшн, грубо говоря, если бы все это было действительно, как бы, одним. Ну, с другой стороны, конкуренция, она тоже создает определенное, хотя я, вот, честно говоря, не вижу такой, не вижу конкуренции, не считаю, что это немножко похоже на конкуренцию, потому что, потому что, грубо говоря, пока мы, ну, те, кто занимается кино, я считаю, что у них есть конкуренция, они за конкретное время для зрителей, они, ну, как бы, борются друг с другом за конкретные деньги, да, у нас такая перманентная конкуренция, потому что просто в какой-то момент канал может смотреть твой и мой проект и говорить, подождите, вот им, Ну, после этого мы опять не конкуренты, потому что, ну, людей много, каналов много, идей много, и все не могут делать все там и так далее. Вот, но я думаю, что конкуренция, нормальная конкуренция будет именно тогда, когда, как ты рассказываешь, что это выйдет на внешний рынок, ну, и это будет планка, если ты завтра будешь делать сериал для Казахстана и для Азербайджана и для Узбекистана, вот для меня это будет конкуренция, потому что я должен буду, ну, попытаться выйти и сказать, вот мы казахи. Ну, вот мы же там, условно говоря, есть там южнокорейцы, турки, там, вот сейчас уже узбеки у нас, да, вот мы казахи, которые делают этот, вот с кем из казахов выбрать, вот есть Ирланд, есть Коля, условно говоря, да, с кем вы будете, ну, тогда это будет нормальный, как бы, а это все внутри, мне кажется, это такая возня, распределение, это все такая штука. Вы сейчас пишете сразу на казахском языке сценарий, круто, по эпизоднике тоже сразу на казахском, да? Ну, я как пишу, когда пишу по эпизоднике, я, короче, на 50 на 50, это некоторые слова, да, я говорю, там, уже зашел в дверь, ушел туда-туда, то есть меня автор диалогов понимает. Понятно, это самое главное, да. Ну, я просто к тому, что, опять-таки, продолжение этой темы, просто часто поднимали люди вопрос, ну, я поднимаю вопрос о том, что каналы зачастую говорят о том, что нет казахоязычных сценаристов, что часто переводится, и это не всем нравится, и так далее. Просто давай предположим, откуда, опять-таки, появятся казахоязычные сценаристы. Вот, мне кажется, это такая, такой вопрос, например, в вашей студии это получается, это круто, но там же вопрос не только в самих сценаристах, да? Ну, в общем, у нас там, да, грубо говоря, сценаристов не так много, и у нас, ну, мне кажется, по моей оценке, 30% в сценариях пишутся просто людьми, которые не граждане Казахстана, например, да? Ну, в частности, у нас в том числе, я не осуждаю это, ну, это как факт. Вот, с одной стороны, есть объем работы, которую могут делать, и с другой стороны, наверное, есть какие-то сценаристы, которые говорят там, когда вообще, ну, там, грубо говоря, ну, не знаю, дадут работу там, да, какую-то. Вот, ну, что делать с казахоязычными сценаристами, потому что у нас, ну, сейчас есть потребность в казахоязычном контенте, сериальный, да? Как они массово должны появиться? Понимаешь, что в вашей студии, ну, там, это есть. А как это массово должно появиться? Завтра же, например, ну, условно, возможно, вот ты снимал бюро, а завтра ты, возможно, должен будешь снимать, там, женскую драму. Например, пацаны ваши, может быть, ну, это не совсем те люди, которые, ну, могут хорошо... Напишут женскую драму, да? Ну, например, я как пример говорю. Ну, опять же, видите, мы как, например, основные авторы, которые сейчас у нас есть, они все выходцы и выпускники школы Жайдарман, казахский КВ, да. Они там понимают, что смешно, что не смешно, как организовать шутку, как правильно ее подать, да, и они уже приходят на рынок с определенными фундаментальными знаниями, да, в этой сфере. Теперь, да, наша задача как продакшенов, вот, не то, что даже вот воспитать, а вот дать им правильные направления и правильно их редактировать. Это, по идее, очень трудоемкая работа, да, это, да, из человека сделать, чтобы он тебе написал, да, вот, дай мне то, что я хочу, да, вот, дай мне эти идеи, дай мне эти мысли, дай мне эти диалоги необычные, да, чтобы они цепляли нашего зрителя. Ну, в твоем случае, когда ты пишешь про эпизодника, им не нужно придумывать структуру, да, им не нужно, да, а ведь это основное, это СКВНчик, из КВН, ну, вот, на моей практике, из КВН переходишь с скетчком, это легкий переход, потому что сценки, ты даже мечтал об этом, да, условно, да, но со скетчком и переходишь на сериал, это тяжело, потому что люди продолжают думать, как сказать, сценками, да, то есть классными сценами, а нужно думать, ну, в сериале же ему создается не за счет внутренней сценки, да, ну, там, внутренней сцены, он создается за счет, ну, грубо говоря, сюжета. Вот, например, мы начали в 2016 году, группа авторов начала писать уже с готовым по эпизодным планам определенные диалоги, то есть сценарий весь. И, например, я вот за эти 3-4 года понял, что, например, в следующем году, если мы возьмем два сериала или там, например, три проекта, два из них могут писать уже наши ребята. Уже от начала до конца. Потому что они уже знают, что такое эпизодный план, они уже знают, что такое синопсис серии, полностью описание. Я, например, в следующем году уже готовим доверить. Если они в следующем году хорошо отработают, на вторую половину года мы уже можем принимать заказы от продакшенов по написанию казахскоязычного проекта. Ты же говоришь про юмор, да? Юмор. Ты собираешься специализироваться? Нет, мы еще как делаем. Например, последние полтора года мы используем практику самообразования. У нас нету лектора, у нас нет преподавателя. Мы пятером, шестером покупаем пять-шесть разных книжек, и в неделю раз мы собираемся, пьем чай и рассказываем полезные истории, что мы там поняли. Что такое альтернативный фактор, драматическая ситуация. Чтобы не тратить время на все это, каждый читает свое. Чтобы не тратить время. У нас тоже в педагогике этому научили, что быстрое такое образование. Человек в наше время, в нашем рынке должен всегда заниматься такими вещами, я так думаю. Чем пять книг читать пять месяцев, лучше за месяц вот так вот. Слушай, я это видел у кого-то крутого предпринимателя в команде, они так все же так делают. У кого-то IT. Это прикольно. Я вот сейчас всем рассказал эту систему что-то... Ну так это же хорошо же. Ну хорошо, кто-то сделает хорошо. Во-первых, не у всех есть такие группы. У меня нет такой группы. У меня, то есть, нет группы, которые мы могли бы... Ну, у меня более административная группа. То есть, команда это административная группа. Слушай, ну смотри, получается, вы читаете... Мы не только читаем, мы, например, иногда даже бывает, что мы... Спорите, обсуждаете, да? Спорим, обсуждаем и понимаем, вот что нужно, что... People have it. Да. Вот именно. И как ему это правильно подать. Анализируем определенные фильмы. Мы иногда смотрим на... Оля, ты как педагог, ты реально еще резуешься. Ну да, это правильно, я думаю. Раз мы в этой сфере работаем, раз мы кормим свои семьи, зарабатываем деньги, то мы должны этим заниматься. Да. Самообразование. Мы должны... Вот если я заснул с мыслью, что я сегодня не получил что-то полезное, и у меня, вот знаете, вот внутреннее вот это эго, оно мне не дает покоя. Я должен всегда чем-то что-то получать. Либо в организации мероприятий, например, да? Вот, знаете, вот там вот так это происходит. А вот здесь это вот так вот это происходит. И мы, например, даже когда ведем ивенты, мы не просто, да, там, выходим, не смешиваем народ, мы всегда готовимся, мы всегда репетируем, обновляем свои шутки. Потому что, ну, год пройдешь, всегда вот по иголкам, да? Ахтава уже. Ахтава, да. И уже за год эти шутки уже не актуальны. Либо уже приелись. Да. И чувствую, что надо менять, обновлять, освежать это все, да? Да. И вот наша работа в этом плане кайфовая тем, что даже ты можешь ехать за рулем слушать музыку и придумать три текстовые шутки, которые завтра разорвут там. Мероприятнее на то и да там. Прикольно. Эти же шутки можно использовать в диалогах в сериале, например. Либо какие-то реплики, да, там. Вчера тоже придумал шутку эту. А сегодня же вторник. А я говорю, сегодня же пятница. Он говорит, нет, сегодня вторник. Я говорю, пятница. Он говорит, сегодня. Я смотрю, а я реально перепутал дни недели аж. Ага. Я говорю, присоедините, дальше диалог пошел. Я говорю, я пошел на этот, на пятничную молитву, что-то людей мало. Думаю, может быть, судный день приближается. А вообще говорят, что когда приближается судный день, меньше будет молящихся. Ну, слушай. Вот я просто беру приложение, запишу. Я знаю, что в эту субботу, там, после обеда мы встречаемся, чай пьем в офисе с тортиком и обсуждаем эти идеи. У меня там пять-шесть идей. У вас пять-шесть идей. И так три-четыре-пять. Мы обсуждаем двадцать пять идей. И из двадцати пяти идей хотя бы три будет полезные. Да. Это хотя бы они есть. А могло бы быть, что их не было. Да, да. И поэтому я вот говорю, командный дух, командная работа. Зачем я в это, в того же самого Ярнара или Ярлана вкладываю столько, например, своей силы, знания. Я ему делюсь опытом, жизненным опытом. А он завтра пойдет в другую компанию и будет там, например, делать их успех. Да. Раз мы одна команда, давайте тогда работать вместе. Прикольно. У меня еще характер такой, я вспыльчивый иногда. Не скажешь по тебе. Многие говорят, что не скажешь. А вот так на работе я... Просто работает работа. Я думаю, да. На работе нужно держать жесткую дисциплину. У нас, когда мы снимаем Вастах Пулан, у нас 70 человек, съемочная группа. Там столько актеров, все заслуженные артисты. Актерский состав Вастах Пулан, ну это прям звездный состав. Мне вот почему понравилось поработать в этом проекте. Потому что все опытные актеры. Они уже у них там громадный опыт. А опыт это решает все по игре. Актер может подкорректировать сценарий так, как, например, автор не подкорректирует. Он говорит, давайте вот так сделаем. Это смешнее будет. Я говорю, давайте сделаем. Вообще творчество-это свобода. И чем больше свободен тот же самый автор, я не могу от них требовать, знаете, приезжайте в 8 утра, сидите до 6 вечера. Мне же важен результат. Не важен процесс. Он в офисе пишет, дома пишет, я не знаю, после душа пишет, или как-нибудь удобно. У каждого творческий. А как ты это делаешь? Дедлайнами делаешь? Я делаю дедлайн, да. Я говорю, ребята, до 15-го числа вы должны сдать это, это, это. Получается? Получается. Иногда бывает, что они приносят, а там 90% ну вообще... Вчера вечером было написано 90%. Перед дедлайном. Я поэтому и объясняю. Ребята, ну вы хотите же здесь работать, вы же хотите зарабатывать. Если вы пойдете в другую компанию, будете себя так же вести, но зачем вы нужны этой компании, да? И зачем нам нужны? Просто есть дедлайн, есть сроки, есть договоренности. Ну давайте выполним это. От того, что вы напишите 90% не смешно, результат будет такой. И вы же сами это понимаете, что результат будет такой. Слушай, ну получается, что ты поставил, ты сейчас сказал недавно, что ты еще привлек несколько ребят, да? Ну получается, правильно понимаешь, что мы сейчас можем сказать, или ты скажи нашим зрителям, что, то есть ты ищешь людей, которые могут тебе присоединиться, потому что мы уже полностью раскрыли твою форму, грубо говоря. Да. Ну, скоро я уже детально расскажу, что вот эти компании работают так, эти так, эти вот такой вид продакшенов. Да, поэтому уважаемые зрители, уважаемые молодые ребята, парни, ну или талантливые девушки, которые, да, могут придумывать истории, писать сценарии, проявлять свои творческие инициативы, или хорошо, необычно играть, либо классно монтировать, либо классно снимать. Ребята, все талантливые парни, девушки, мы как молодая продакшен компания нуждаемся в таких специалистах, таких кадрах. Если вы уверены в себе, уверены в своих творческих силах, уверены, что вы можете конкурировать и работать и зарабатывать на этом рынке, мы вас очень сильно ждем. Я лично вас очень ищу. Откликнитесь, напишите мне в Instagram, либо в Facebook, либо ВКонтакте, найдите меня. Я хочу с вами работать. Ну смотри, получается, если анализировать вот твою, как бы всю эту историю, по сути, вот этот герой из этого сериала, он реально, это же и есть ты. Те 28, да, 28 лет, ты уже, ну, в этой нашей сфере определенный бастык, по крайней мере, у тебя есть люди, за которых ты несешь ответственность, если с этой точки зрения мы смотрим, да, то есть, ну, вот это понятие, да, вот, что ты, ну, глава определенного коллектива, за которого несешь ответственность, то есть, ну, это уже, как бы, ты повторяешь где-то вот этого героя за собой, но ведь, получается, там же тоже есть определенный фактор, да, то есть, получается, ну, без обид, ну, пародия на Назарбаева, она сработала с тобой каким-то определенным билетом резкого входа в этот коллектив, да, в какой-то момент то, что, ну, та же «Семенка», тот же «Седьмой канал», да, в 24, тебе было 24 года. Мне было 24 года, да, вот, знаете, я бы хотел, да, пользуюсь случаем, и я всегда это говорю, что спасибо большое «Седьмому каналу», который поверил мне тогдашему 24-летнему. Да, кто тогда понимал вот такие, ну, решения, кто тогда с тобой работал? Да, да, да. Ну, это руководство «Седьмого канала», это вот зам гендиректора и гендиректор, да, и исполнительный тогда, как продюсер собственного производства, тогда сама была в декретном отпуске и принимала проект Саида Абзаровна Омарова. Поэтому я думаю, вот это был для меня такой трамплин, который дал мне вот возможность проявить себя. А я вот, знаете, вот во мне была бешеная уверенность. Мы сериал, 40-минутный проект, 16 серий, начинаем 23 сентября, и 1 декабря у нас эфир. То есть за этот период мы должны его снять, смонтировать, сдать. Я помню даже одна из серий, то ли восьмой, то ли девятой, мы сделали срыв эфира. А, вы серии сдавали под эфир? Вот прям вот горячие, как горячие пирожки сразу, они еле успели просматривать, да. Но результат оказался положительным. Да. Я вот именно верил в этот результат, что в декабре народ его увидит, народ посмотрит, и в январе еще в ютюбе его посмотрит, вижу. И посмотрел даже, я больше, я ожидал чуть меньше, если честно. Посмотрит там 200 тысяч человек, думаю. Ну, 100 тысяч. Ну, посмотрим. 200 тысяч тоже хороший результат. А посмотрели первую серию, миллион двести. Да. Вообще два сезона вот мы выложили, 36 серий набрало 25 миллионов просмотров. Я думаю, это хороший результат. Спасибо нашему зрителю, который смотрит, который оценивает наш труд. А труд у нас, по идее, это большой труд. Тем более, да, в холодный период года снимать комедию, которая заявлена про лето, да. А почему вы сентября начали снимать? Мы ждали финансирования. А, понятно. Мы ждали финансирования. Заключили договор в июне, а начали 23 сентября. Это телевидение. Да. Я знал, что такое может быть. У вас были какие-то проблемы вот с набором команды? Ведь, ну, у тебя исполнительный продюсер сразу был какой-то опытный или тоже были сами все с ребятами? Сами, мы все делали сами. Ну, там часто же возникают вопросы с группой отдельно, с актерами, с актрисами. Ну, я в основном делал всю работу сам. Потом я после первого сезона очень сильно устал. Да, конечно. Я понял, что это очень большая нагрузка на организм, на сознание человеческое. Потом, да, я уже начал искать специалистов и в продюсировании, да, чтобы были хорошие исполнительные продюсеры, там, линейные продюсеры. И второй режиссер, да, мы его усилили. А второй режиссер в первом сезоне? В первом сезоне тоже был хороший, да. То есть просто и я был менее опытный, что ли, да. Да, понятно, да. И как-то методом проб и ошибок, да, вот мы, опять же, кадр решает все, на самом деле, да. Специалисты, которые рядом, команда. Я очень благодарен своей команде, которая, несмотря на мой специфический характер, уже четвертый год со мной. Слушай, расскажи, пожалуйста, что ты думаешь об интернете, вот, об веб-сериалах, об этой всей истории? Я думаю, это очень правильно. Я думаю, в будущем вообще мы идем в этом направлении, по идее, все. В будущем, мне кажется, будет большое количество всех этих проектов, сериалов. И рынок, и рекламодатели тоже понимают, что, ну, раз человек собирает, там, миллион просмотров, два миллиона просмотров, значит, его два миллиона нажали, чтобы посмотреть, да. Это же, ну, цифры реальные. Я думаю, это правильное направление, и оно будет в будущем еще больше развиваться. Может быть, оно будет как-то форматироваться, да, менять форму, там, менять стиль, подход к этой работе. В будущем, я думаю, это будет целая индустрия. И отрицать этот факт тоже невозможно. Это рынок, потому что, ну, люди привыкли уже к удобству. Да, а как вот нам именно, ну, понятно, ты будешь пообщей, да, то, что куда здесь... Нам нужно тоже адаптироваться. Нам нужно уже с сегодняшнего дня, не завтра, а сегодня уже думать о том, что предлагать интернет-зрителю, что он хочет. Во-первых, я думаю, вот опять же, вот формула, то, что вся, каждая секунда должна быть интересной в YouTube, она еще больше, как бы, больше... Зритель более капризный к этой теме. То есть, у него есть определенные гигабайты, время, и он должен их потратить на очень интересные вещи. То есть, просмотр очень интересных проектов. Опять же, я думаю, нужно, пока, зритель хочет такое, минут 15-20, нереально смешной проект, чтобы зритель... Ну, там было сокровище, да, вот в этом проекте, опять же, да, то, что нет у зрителя, а есть у этого героя. Да. Я понимаю, что в ближайшие, там, два года нам нужно сделать интернет-сериал, интернет-проект, хронометр джон, там, 10-15-20 минут, и прямо попасть в нужные эмоциональные точки зрителя, в его душу, и еще... Ну, не хочу идти тем путем, чтобы была какая-то пошлость, или были какие-то эфемизмы, дефемизмы, да, в тексте героев. Можно смешить и без этого. Да, вот, ну, сейчас, получается, появился Салем, который теперь обратил внимание на эти веб-серия, он теперь печень будет, собирается их запускать. И хорошо, что он появился. Да. Хорошо, что появилась такая платформа, площадка для молодежи, именно для талантливой, креативной молодежи, которая может реализовать то, что у них есть в голове. Очень много проектов вышли на Салеме. Хорошие, плохие, но они выходят. Да, да. И они появляются, сильные остаются, слабые уходят. Да. И слабые очищают дорогу новому, да, новые сильные приходят, сильные-сильные, кто-то становится еще сильнее и уходит дальше. Я думаю, это правильно. Я вообще очень рад, что у нас в стране, в Казахстане появилась такая организация, которая может дать такой старт, площадку предоставить для реализации креативных идей. Сейчас я слышал, они выходят на рынок Узбекистана и тоже правильно делают. Тоже я очень приветствую и мне приятно, что у нас это есть. Иван, большое спасибо тебе за это интервью, было очень полезно. Я надеюсь, что нашим зрителям тоже извлекли много полезной информации. Ну, по крайней мере, точно есть полезные приглашения работать в компанию. Это классно, что мы переходим в такую плоскость, уже такую деловую, когда наш канал будет как канал коммуникации, может быть одним из каналов коммуникации, когда там какие-то специалисты, возможно… Ну, я вообще сам за это и этот канал, вот если посмотреть мое самое первое видео, «5 причин, почему все это нужно», это было одно из тех, что когда… Ну, я считаю, что так будет в будущем. То есть не так вот, там, приходите в мою компанию, она самая лучшая. И человек приходит и говорит, я самый лучший специалист. Мне кажется, вот по одному даже видео нашему интервью с тобой и обо мне, и о тебе можно уже служить определенное впечатление. И человек не будет тратить время на собеседование. Ну, потому что я считаю, что в будущем люди либо подходят друг к другу, либо не подходят. Ну, и все. И он, может быть, посмотрит, скажет, в том числе это тоже благо. Может, скажет, например, с Николаем я никогда не буду работать. Ну, не то, что там это, но я не буду никогда с ним работать. Поэтому я не пойду на собеседование, не буду проходить какой-нибудь испытательный срок, или еще не буду тратить на это время. Ни его время, ни мое. В том числе, ну, как бы и в твоем случае. Если, к примеру, ну, а я думаю, сейчас достаточно привлекательное предложение про свою компанию сделал. Вот, я думаю, что если люди хотят попробовать таким образом, они уже будут более понимать, куда и что. Потому что у нас же, ну, сейчас люди приходят, они либо очень энтузиасты, либо они там, а что у вас тут, как бы, что тут, что вы, как бы, мне предлагаете, там, да. Ну, чтобы сразу вот этого, как бы, не было. Приходили только энтузиасты, но это, ну, в нашей профессии. В нашей профессии это очень важно, мне кажется. У нас. Хорошо. Спасибо большое за интервью. Спасибо вам за приглашение. Да, я как-то увидел вас отмеченным у настроеннички Аскара Бесембина. Угу. Потом подписался на вас и всегда в Инстаграм наблюдаю за вами. Ага. Потом на Ютубе тоже нашел вас и смотрю периодически ваше интервью. Ну, нужно ты уже. Да. Ну, да. Да. И мне очень нравится, нравится, что есть такой специалист-человек, который делится своим опытом. Таких, по идее, очень мало. Который, да, расскажет, что ребята, это вот так вот. Если у вас попросили уже по серийник, это уже 20% успеха. Да. Да. Спасибо вам за вашу работу и удачи вашей команде. Спасибо. Вообще самое готовое видео у меня. Все, спасибо. Все, счастливо. Ага. Ахмин. Это была беседа, разговоры, интервью с Ирланом Касмжанулы, продюсером компании «Кирьяк Синема». Надеюсь, вам было интересно, полезно, познавательно. По крайней мере, те вопросы, которые я хотел с ним обсудить, я обсудил. Для себя я вынес очень много полезного. Это был видеоблог «Серийный продюсер». Меня зовут Николай Пак. Подписывайтесь, если вам это нужно. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok